Всем здравствуйте! Решила для вас записать, вы увидели название беседка, что это вообще за беседка. Просто в одном из диалогов с Мари, с Мари Королевой, на вопросы, которые я буду сегодня отвечать, и не только. В этой беседе родилось то, что наверное, я переросла слово болталку, так как болталка это как будто бы ни о чем. В том, что я вещаю, наверное, есть чуть больше некой такой глубины. И это похоже больше на беседу. Действительно, слово беседка, это то место, где люди собирались для того, чтобы уединиться и побеседовать. Так вот, теперь то, что раньше называлось болталкой, теперь будет называться беседкой. Не знаю, нравится вам или нет, но вот так останется. Тема сегодняшняя будет связана с ответом на три разных вопроса. Если у вас будут свои вопросы, вы можете под этим видео оставлять. Вот, я буду периодически записывать и отвечать на них, потому что мне так удобнее голосом и более понятнее. Итак, переходим сразу к вопросам. Первый вопрос, который мне задала Мария Королева, как вы и Лене нашли своего мастера? Ну, начнем с того, что у меня есть мастер, с помощью которого я делаю свои чистки. Как я его нашла? Ну, это был вообще такой удивительный момент. Почему? Потому что, если у кого-то есть идея о том, что вы своего мастера сразу узнаете, и у вас проявляется к нему какое-то притяжение, любовь и так далее, то в моем случае была абсолютная противоположность. Дело в том, что со своим мастером я познакомилась, по-моему, годы два назад, когда я проводила пятничные акции. И как мы говорим, что у каждого психолога должен быть свой психолог, у каждого таролога свой таролог. Так вот, у моего мастера в какой-то момент появилось такое замыленное видение, когда уже на себя посмотреть было нереально. Вот. И она пришла ко мне на пятничную акцию, мы и Мила поговорили, я ответила ей на ее вопросы в акции. И после этого у нас появилось общение в инстаграме. И нет, оно не было таким позитивным, оно не было дружеским. Причина заключается в том, что в этом человеке я взял очень много тьмы. Мне казалось, что она на стороне темных сил. Вот. Как выяснилось позже, это было мое отражение. И эти силы были во мне, а не в ней. Вот. И я ее очень сильно боялась. Энергетически у меня было вот это вот, знаете, какое-то отторжение, неприязнь к этому человеку. И я скажу, почему? Потому что был такой период, когда в моей жизни даже еще не появилась магия. Я не знала, что это такое. Я не изучала никакую информацию на эту тему. и когда я видела слово ведьмы, меня это очень сильно напрягало, я не понимала. И поэтому, когда я видела то, чем занимается этот человек, мне казалось это абсолютно чуждым, поскольку я отношусь к категории рациональных людей, которые смотрят причинно-следственную связь, чисто логически. И поэтому первое мое восприятие было вообще негативное. Со временем я училась доверять. Училась доверять в контексте того, что мы в чем-то схожи с ней, друг другой зеркалим, и очень много недопониманий, каких-то я не знаю, неправильно я поняла, неправильно услышала. Вот таких моментов очень много у нас есть в общении. И через этого человека я действительно учусь. То есть этот человек учитель. В какой-то степени для меня. Почему? Потому что в каких-то моментах мне кажется, что мы противоположны, но со стороны когда я смотрю, мы оказывается действительно схожи в чем-то. И какие-то неприятные, то, что меня отталкивает в этом человеке, это есть во мне. И по факту, когда это случается, меня носом тыкают и говорят, вот смотри, то, что тебе когда-то не нравилось, это твои собственные поступки и действия. Я не понимала то, чем занимается мастер мой, да, я не понимала вообще, кто такие ведьмы, зачем они нужны. Чисто скептически относилась. Потом, когда стала больше углубляться в эту тему, изучая, что такое магия, как она работает, что такое ритуалы, как они работают, для чего, с чем это связано, я стала больше присматриваться и к ее работе, и мне, знаете, это к тому, что мы говорим, надо дорасти. Мне стали понятны ее услуги. Почему? Потому что формат, например, чисто, когда ты оплачиваешь, и тебе говорят, все, это сделано, и ты не можешь никак проверить, да, то есть, ну, потому что это делается не у тебя на глазах, это работа с тонкими телами, это не то, что ты можешь пощупать как-то, вот, и здесь вопрос не только в доверии, а здесь вопрос именно в том, что ты начинаешь узнавать себя по-другому, ты следишь за своими изменениями, и в моей жизни такой человек, он, ну, один, у меня нет другого человека, чтобы я могла сказать, что вот, вот этот вот мастер, да, вот он прям похож там на кого-то, вот он действительно является какой-то степени учителем для меня, да, немногословен, кратен, конкретен, человек, который умеет выстраивать четко свои границы, не такой, как я, что с клиентами, где-то там как-то подружески, где-то там поддержу, где-то еще что-то, нет, здесь нет такого четко, что заплатил, то получил, то есть, ну, вот, поэтому я говорю, в каких-то моментах напоминает мою противоположность, но, еще расскажу, это мое отражение, и, когда я стала работать над собой, над своей тенью, стала узнавать, я, мне, этот человек стал более понятен, более близок, но в нем я действительно вижу в какой-то степени своего учителя, причем, знаете, учителя не тот, который тебя учит, не тот, который тебе передает какие-то знания, но ты учишься через те ситуации, которые создаются между нами, поэтому, ну, вот так вот я нашла своего мастера, и я удовлетворена работой, многие люди от меня приходили к этому мастеру, не знаю, я не спрашивала, остались ли они довольны или нет, но, наверняка, у многих возникает такое же первое впечатление, как у меня, когда вот мы только познакомились от этого человека, так, следующий вопрос, что вы думаете по поводу прощения либо недоброжелателей, и Мария описывает свою точку зрения, что вот я считаю, что у меня нет такого права прощать своих врагов либо недоброжелателей, это право есть у высших сил Бога, но не у нее, я их не прощаю, и даже добра и счастья не желаю, просто прошу вознаградить в стране за их, в кавычках, добро и зло, в кавычках, за хвалу и хулу, как-то так, главное внутри себя не переживать обиду на них, а что вы, Елене, думаете по этому поводу, вот я скажу свою точку зрения, которая, не знаю, может быть, она будет отличаться от кого-то, может быть, будет с чем-то схожим, но мой путь, знаете, дело в том, что то, что я хочу себе придумывать, да, и говорить, что вот у меня путь какой-то там особенный или еще что-то, нет, просто моя точка зрения всегда была основана на тех знаниях, то есть моя опора на тех знаниях, которые я имею, а поскольку я четко даю себя чет, что все, во что я верю, все, на что я опираюсь, это иллюзия, да, исключительно, потому что реальность это факт, а иллюзия это мое восприятие мира, а поскольку оно субъективно, оно всегда будет иллюзорно, так вот, я не претендую на истину, а лишь на свое восприятие мира, и мое восприятие мира по поводу прощения говорит следующее, раньше я была такая достаточно мягкая, да, мягкая в контексте того, что действительно там прощала, может быть убегала от себя, да, закрывалась, но при этом обиду держала, но людей как-то меня обидели, потом в какой-то момент, когда в моей жизни появилось понятие причинно-следственных связей, я стала иначе воспринимать эту ситуацию, то есть когда меня обижали, обижали достаточно больно, как физически, так и морально, конечно же, первая реакция человека была как-то среагировать защитить себя, причинить боль, но в последующем я стала понимать, что если я сейчас не развяжу этот узел, то он будет у меня и в последующих воплощениях, и это было связано с тем, когда неожиданно в своей жизни, ну, во-первых, кроме того, что я увидела свои прошлые воплощения с помощью разных мастеров самостоятельно, вот, и я увидела, что из воплощения в воплощение у меня идут одни и те же сценарии, то есть я отрабатываю в разных телах, мужских, женских, одни и те же сценарии, и меня это очень сильно огорчило, потому что я поняла, что, блин, как-то вот что-то меня не удовлетворяет, видимо, я какие-то уроки не прохожу, и я очень хорошо помню этот момент неприятный, я не буду описывать эту ситуацию, но даже не знаю, как так сказать, чтобы ее не описать, любая женщина, которая находится, девушка в таком, такой позиции, которая была я, ломается, и как психологически появляется отторжение противоположного пола, непринятие себя, злость, обида на свое собственное тело, куча всевозможных комплексов появляется, но в той ситуации что-то сменилось у меня в жизни, и я поняла, что вот сейчас я отработала какой-то свой сценарий, почему, потому что в момент, когда я должна была там рыдать и обижаться, в этот момент мне придало какой-то, знаете, внутреннюю силу, и я поняла, что узел развязался, что то, что я должна была отдать этому человеку в прошлом, в этом воплощении за свои собственные поступки в прошлых отношениях, я его отработала сейчас, именно за то, что не держала зло за то, что как вы пишете, Мария, прощать, не прощать, я на все это смотрю как на уроки, то есть этот человек пришел в мою жизнь чему-то меня научить, если я смогла научиться, хорошо, не смогла, не смогла, я у меня был такой характер, что я никогда не просила прощения первой, ну, потому что достаточно эгоистично, и, но меня всегда восхищали люди после ссоры, которые могли совершить первый шаг, для меня это было прям вот огромное добродетель, у человека, если в любой ссоре, независимо от того, виноват, он прав, он совершает первый шаг на примирение, я очень восхищалась такими людьми, поэтому, что касается прощения, прощать надо себя, вот, других как-то прощать, не прощать, я не считаю нужным, потому что, в принципе, прощать-то не за что, да, потому что это сценарий, вот, если смотреть с этой точки зрения, опять-таки, я говорю, это сугубо мое личное, я на все смотрю с точки зрения, ну, выше, да, мироздания, причинно-следственных связей, то никто не виноват, даже если мы берем сцену насилия, здесь не виноват не насильник и не виновата сама жертва, да, это сценарий, который отрабатывает, и здесь вопрос в том, что отрабатываешь ты или нет, приведу пример другой, в одной жизни я была фанатичным мусульманином, а в последующей жизни, ну, сразу, я стала фанатичным католиком, и в том, и в другом случае, воевала против противоположной веры, и когда ты смотришь с точки зрения третьего лица на эту ситуацию, да, то ты понимаешь, что и один в течение своей жизни чисто субъективно, то, во что он верил, за что он боролся, он, конечно же, видел врагов в христиан, да, в католиках, а когда я была католиком, я боролась против мусульман, и тоже верила в это, но если смотреть на эту ситуацию свыше, то и те, и другие не виноваты, потому что такие уроки должны были пройти, потому что они родились в таких определенных местах, в которых выбрала их душа, и таких примеров в моей жизни очень много, и поэтому держать на кого-то обиду, я не знаю, за предательство, за насилие, за оскорбление, мне кажется, уже сейчас, вот в моем возрасте, это было бы достаточно, ну, как-то вот незрело, да, держать на кого-то обиду, почему? Потому что, с одной стороны, я понимаю, что я отрабатываю уроки, а с другой стороны, я просто понимаю, что я разрушаю себя, потому что и этот сценарий, я тоже увидела, когда ты держишь долгое время обиду, и на человека, на какую-то ситуацию, что произошло, и потом ты встречаешь этого человека, у него все хорошо в жизни, и ты понимаешь, что свои собственные годы жизни ты выбросил на то, чтобы держать эту обиду, это тебя разрушало, ты был несчастлив, а другой человек, который даже не понял о том, что ты на него обижен, он живет счастлив, и это тебя ранит еще больше, и вот это вот привело меня, к уроку тому, что, а что обижаться-то на кого, то есть ты, это тебя разрушает в первую очередь, а не другого человека, вот такое у меня мнение по поводу обид, а что касается прощать, я уже сказала, прощать некого, потому что это уроки, вот, а что касается, то, что вы пишете, Мари просите о том, чтобы их там вознаградили, я не прошу, чтобы их вознаградили, не наказали, ничего, я, наверное, из той категории людей, которые действительно своих обидчиков, я прошу, чтобы они были счастливы, понимаете, причина заключается не в том, что я прям такая мягкая, пушистая и классная, а наоборот, да, я достаточно эгоистична, и с этой точки зрения, если мой обидчик будет счастлив, это значит, что в моем следующем воплощении мне не придется отрабатывать, понимаете, то есть я здесь, опять-таки, корыстна, да, со своей точки зрения, то есть мне проще попросить, помолиться за этого человека, чтобы ему было хорошо, чтобы в следующей жизни мне не пришлось снова проживать в той или иной роли ситуацию с этим человеком, поэтому вообще в последнее время у меня есть такое ощущение, что мое развитие вот на данном этапе и в дальнейшем, оно уже направлено на то, чтобы развязывать узлы тех сценариев, которые были в плосших воплощениях, сейчас они снова повторяются, то есть я как будто бы закладываю фундамент на следующее свое воплощение, ну только потому, что я в это верю, то есть не потому, что мне нравится страдать, чтобы с верой, с надеждой, что в следующее воплощение я буду жить хорошо и классно, нет, а просто потому, что если я могу в этой жизни что-то почистить, если я могу сделать что-то для своей души в этом воплощении, я обязательно сделаю, потому что я, опять-таки, это мое собственное суждение, я четко уверена, что моя душа бесконечна, вот, и из воплощения в воплощение, если смотреть с точки зрения вот этих вот, знаете, фрагментов, это воплощение, прошлое воплощение, будущее, то мы как будто бы дробим, а у меня жизнь, она бесконечная, поэтому ее дробить, ну, нету смысла, то есть и в следующем воплощении тоже буду я, то есть если я буду это помнить, не буду это помнить, это уже второй вопрос, но если я могу что-то сделать, чтобы улучшить свою жизнь, а не ухудшить, то даже если это, ну, потребуется как-то преодолеть какие-то трудности, сложности в этой жизни, я уже как-то к этому, знаете, более спокойно отношусь, ну, пришла какая-то трудность, ну, фиг с ней, проработаем и пойдем дальше, чем холоднокровнее, чем спокойнее ты к этому, ко всему относишься, тем, не знаю, мне кажется, как-то меньше сценариев, что ли, надо прорабатывать, не знаю, у меня в последнее время такое вот ощущение становится, да, то есть уже присытилась я этими эмоциональными качелями, меня вполне удовлетворяет моя какая-то вот ровная такая линия развития моей жизни, да, то есть я во всем вижу сценарий, окей, поняла, не поняла, говорю, я не поняла, значит, я с этим столкнусь позже, когда буду готова и иду дальше. Так, следующий вопрос, беседка будет получасовая, я так надеюсь, так что кому будет скучно, сори, полнолуние, пишет, добрый день, Лень, интересна была бы тема проработок, как вы понимаете, что нагрянула проработка, как понять, какого решения от вас ждут, чтобы пройти ее, и всегда ли проработки вне зоны комфорта, кстати, про личные проработки писала и Мария тоже, как вы справляетесь с личными проработками. Отвечаю касательно проработок. Как я понимаю, что пришла проработка, каждый раз, когда меня цепляет эмоционально, это значит, что пришла какая-то проработка, это значит, что всплыл какой-то сценарий, который мне нужно осознать, а значит, как следствие, проработки никогда не останавливаются, каждый день, потому что каждый день всплывают какие-то эмоции, где-то за что-то я раздражаюсь, где-то что-то мне не нравится, например, как сегодня, что-то меня спросила мама, меня это как-то вывело из себя, я остановилась, на что у меня, мама говорит, все время ты как-то нервничаешь, жизнь не можешь спокойно ответить, но я поняла, что пришла проработка, я остановила себя и говорю, да нет, в принципе, ты не виновата, это меня все раздражает, почему, потому что я сейчас нахожусь в таком состоянии, да, мне что-то беспокойно, что-то у меня сейчас начинает всплывать, мне это нужно проработать, это не имеет никакое отношение к тебе, это имеет отношение ко мне и моим состоянием, вот, и словив себя на этой мысли, да, я поняла, что вот сейчас что-то всплыло, и конкретно в данном случае, поскольку я сейчас прорабатываю свои родительские сценарии, опять-таки говоря о своем мастере, у нее есть услуга про внутриутробные проработки, внутриутробном сценарии, это когда мы находимся в животе нашей матери, все эмоции, которые она переживает, все мысли, которые она думает в этот момент, это все отпечатывается на тонких телах будущего ребенка, то есть на моих, вот, и поскольку чистка моего мастера просходит на тонких телах, она тонкие тела чистит, вот, все сценарии, все, что там находится, она их озвучивает, и мне надо их осознавать, то есть понимать причину следственной связи, когда они появляются, как они работают, вот, и когда начинается непосредственно сама чистка, меня так или иначе начинает накрывать эмоционально, моя задача отслеживать эти эмоции, с чем они были связаны, что меня сейчас накрыло, и вот сегодняшний пример как раз мне это показал, что меня сейчас накрывает разными эмоциями, один из сценариев был притягивать к себе мужчину, личные отношения, да, межличные, которые связаны так или иначе с унижением, унижением, оскорблением, и этот вопрос, он давно у меня вставал, и, как оказалось, вот, каким-то образом во время беременности он тоже сплыл, а после того, как я поговорила с мамой на эту тему, она сказала, что была измена отца как раз-таки в тот период, когда она была беременна со мной, но, зная характер мамы, как она мне сказала, она отнеслась к этому достаточно спокойно, неординарно в том характере, как свойственно моей маме, ну, то есть она пришла домой и застала отца с любовницей, вот, ну, она долго не переживала, пригласила любовницу, чай попить, а что, говорит, гости, ну, пришли уже, пришел уже человек, гость, что же угонять, что ли, давай чай попьем, вот, а потом отец пошел ее провожать, ну, любовницу я имею в виду, вот, и, забавно, конечно же, смешно, но моя мама такой характер, что она всегда говорит, что же ей теперь волосы драть, я это порву, ну, другая придет, еще волосатая, вот, но, видимо, в этот момент, независимо от того, что говорила мама, вот, видимо, какие-то сценарии, ну, мысли, может быть, пробежали, да, о том, что вот я ощущаю себя униженной, как-то, оскорбленной, и измены, и это в момент беременности, как-то это накладывается, вот, и поскольку сейчас мы проводим эту чистку, меня накрывает эмоционально, да, и я стараюсь вот эти вот эмоции осознавать, с чем они связаны, ну, знаю уже этот сценарий, который у меня записан в программе, да, его, в принципе, чистим, но недостаточно его просто почистить с тонкого тела, да, надо с тонких тел, надо мне его еще осознать, чтобы в дальнейшем таких сценариев не было, и вот как раз эмоции мне помогают, то есть я зацепляюсь за эмоцию, да, и иду слез за ней, откуда, то есть стараюсь понять, откуда она появилась, какие мысли запустили, моя память включает эмоции, да, то есть вот там тебя обидели, там тебя, допустим, унизили, оскорбили, в тех отношениях с тобой не очень хорошо поступили, и моя задача смотреть на это, и прорабатывать то, что вот я говорила, причину следственной связи, то есть задавать себе вопросы, какой сценарий, для чего ты это сейчас ощущаешь, с чем это было связано, с чему тебя это учит, вот только через осознание, не другого пути, это как раз таки вот по поводу личных проработок, и немножко я затронула последующий вопрос, как понять, какого решения от вас ждут, чтобы ее пройти, ну начнем с того, что никто не ждет, никакие высшие силы не ждут ваших проработок, это все связано с нашей душой, то есть душа воплощается из воплощения в воплощение, проходит вот этот опыт для того, чтобы получать именно данный опыт, потому что в теле мы можем получать эмоции, в теле мы можем чувствовать, мы можем мыслить и осознавать, и это на самом деле уникальный опыт, и если относиться к нему более нейтрально, не включаться, то можно понять очень много интересных вещей, как о себе, так и вообще о жизни, так вот в моем понимании, все что мы делаем, мы делаем для себя, для своей души, то есть нет понятия того, что высшие силы, они нас что-то заставляют делать, либо не заставляют, ну то есть представьте, если есть более высшие силы и душа бесконечная, нас никто не ограничивает по времени, сколько мы будем изучать и что мы будем изучать, есть некий такой план, на который душа ориентируется в каждом воплощении, но если я не проработаю в этом воплощении, слава богу, у меня еще там сколько воплощений впереди, я их могу отработать в следующих, то есть нас никто не ограничивает по времени, потому что время только в нашем понимании есть, поэтому никто ничего не ждет, ни от кого не ждет, никто не обязан ничего прорабатывать, все идет естественном развитии то есть ты приходишь им меня никто не заставляет отвечая на вопрос всегда ли проработки вне зоны комфорта конечно потому что если нам хорошо нам приятно мы ничего не будем осознавать ничего и не поймем да потому что ну как я пойму какие сценарии у меня есть если я улыбаюсь если ну если мне хорошо тепло как я пойму что значит холод этот холл должен прийти дискомфорт должен прийти то есть развитие у нас всегда приходит через дискомфорт через неприятность почему потому что нам неприятно мы начинаем двигаться нам это неприятно это вызывает у нас желание изменить эту ситуацию в лучшую сторону и это является неким пинком мотивации к тому чтобы что-то начали делать поэтому всегда всегда вне зоны комфорта и как я сказала то есть проработки это не то что приходит какая-то ситуация начинаешь не называть нет проработки они каждодневные и вопрос заключается в том что хочешь ты это делать или нет опять-таки никто не заставляет если я не хочу провод ну окей там понервничал его переживала позлилась сколько там 5 10 15 минут но один день ну и все на следующий день этих эмоций нету да будет какие-то другие то есть ты их и не прорабатывай они просто будет постоянно чем больше ты себя понимаешь до свой эмоциональный план почему ты так реагируешь на какие мысли на какие слова ты реагируешь чем быстрее ты поймешь вот эти все свои сценарии тем быстрее ты изменишь свое отношение не то что жизнь наладится а отношение к ситуации она изменится то есть ты перестаешь эмоционировать так сильно до включаться как я говорю в эти процессы более спокойно ко всему относишься и как следствие но тебе кажется что жизнь твоя стала лучше а же какая была такая есть то есть реальность это факт а то как мы оцениваем этот факт это иллюзия потому что каждый эта задача нашего мозга собирать информацию и ее интерпретировать вот у каждого человека мозг собирает информацию интерпретирует по-своему есть определенные конечно же как это сказать ступени до формат как это происходит он у всех общий но какому знаменателю каждый приходит это у каждого по-разному да это чисто субъективное это и есть иллюзии когда ты просто понимаю что чтобы я не не оценила ну то есть это человек умный красивый взрослый молодой работоспособный любые прилагательные которые описывают какую-то ситуацию они чисто субъективны и это и есть иллюзия поэтому чем меньше иллюзий то есть мы смотрим на человека это мужчина все мы не говорим там взрослый мужчина молодой мужчина это чисто субъективно почему потому что если там например мне там сто лет а я вижу мужчину которым 50 конечно же он младше меня и будет готовить молодой человек молодой мужчина по сравнению с чем сравнению со мной а если например там я не знаю мой младший сын которому 18 лет он смотрит на этого дяденьку скажет боже какой старик она своего брата смотрит которому 6 лет старше его боже мама старик мой брат старший старик не вот и когда я смотрю на этого старика которым 23 года я его боюсь больше кого ты называешь стариком бабушка это вообще динозавр в их понятии то есть это это все субъективное и поэтому все эти проработки это по сути высвечивание наших иллюзий и чем быстрее мы от них избавимся даже не избавимся сменим наше отношение до нашу реакцию на эти иллюзии тем быстрее наступит более комфортный период в нашей жизни так надеюсь ответила и последние вопросы группа вопросов написала татьяна с как причисках гармонизировать эмоциональное состояние из личного опыта когда накрывает это я не знаю действительно нужно быть осознанным человеком в контексте того чтобы остановиться и подготовить то есть понять себя накрыл эмоционально потому что эмоции могут накрывать по-разному мне накрывает депрессником когда меня накрываете пресняком это значит что я лежу в кровати как говорится и плюю в потолок я не могу слезть то есть я не могу встать с кровати у меня нету сил у меня нет настроения у меня нет ничего и вот в этот момент собрать себя и вытащить с болота это на самом деле очень сложно потому что еда я могу встать я могу сделать какие-то действия, но в душе будет некомфортно, неспокойно, и причина заключается не в том, что что-то произошло, да, то есть явилось следствием, а причина заключается в том, что началась какая-то чистка, опять-таки с моим мастером, да, то есть какие-то сценарии на тонком плане она почистила, но только план, да, только какой-то слой грязи вот этой эмоциональной, да, энергетической почистилась, а то, что было накоплено, оно постепенно-постепенно начинает вылазить, то есть это все многослойно, так вот то, что вылазит, оно начинает меня накрывать, и в этот момент гармонизация это помочь себе, вот каким образом вы будете себе помогать, это уже сугубо личное, мне помогает, суть заключается расслабиться, вот каким образом вы можете в этот момент расслабиться, не напрягаться, чтобы просто прожить эту ситуацию, и она прошла, да, то есть помощь заключается в том, чтобы помочь себе не бороться с ситуацией, да, вот когда у меня депрессия накатывает, не бороться с этим, чтобы она помочь ей, чтобы она просто быстрее прошла и не зависать, да, вот это тоже важно, потому что я могу очень много, очень долго зависать в этих состояниях, когда сейчас я в последнее время стала уже понимать, как это работает, мне уже, ну, достаточно быстро, то есть уже не надо неделями, месяцами в это болото погружаться, уже достаточно несколько дней, да, да, то есть я славливаю себя на какой-то мысли, что оп, опять погрязла, надо вытаскивать себя, каким образом вытаскиваю, ну, во-первых, расслабление, во-вторых, дыхательные практики, всевозможные дыхательные практики, которые помогают нам прокачать энергию, для чего нам надо дыхательные практики, для того, чтобы прокачать энергию, чтобы вот не было застоя, застоя, это вот вот депрессия, вот эти вот все эмоции, это застоя энергии, да, да, и наша задача, чтобы все пришло в движение, да, потому что когда вода проточная, ну, то есть открываете кран, да, первая вода, которая идет, она грязная, почему? Потому что она стояла в трубах, да, и вот когда открываешь кран, движение в трубах, воды начинает двигаться, и через какой-то момент вы видите, что вода очистилась, то же самое энергетически, дыхание, оно помогает циркулировать наши энергии быстрее, поэтому любые дыхательные практики, они помогают, конечно же, может оказаться так, что вы почувствуете себя не очень хорошо, да, можно накрыть еще больше эмоционально, но это нормально, то есть надо просто прокачивать энергию, то есть дыхательные практики, я помогаю себе расслаблениями, то есть массажами всевозможными физически, это также могут быть, знаете, вот физические нагрузки до предела, вот до изнеможения, да, устал, и все, потом упал, расслабился, и все, как-то вот полегчало, это смена обстановки, то есть желательно не сидеть дома, выйти куда-нибудь, знаете, мой бывший муж всегда говорил, когда тебя накрывает проблема, ты выйди в мир и посмотри, какие проблемы есть в мире, потому что твои проблемы по сравнению с проблемой других людей всегда тебе покажутся мелкими, потому что всегда есть хуже, не только лучше, но и хуже, чем у тебя, поэтому смените обстановку, да, пойти в какое-то место, немножко отвлечься, но не дома, выйти. Также соленые ванны с травами, разные травы можно заваривать, благовония, морская соль, где-то как минимум килограмм воду в ванну, набираете, полчаса сидим, расслабляемся, не просто расслабляемся, но и помогаем себе моментально очищаться, да, то есть представляем, что вот грязь вся энергетическая, она от нас уходит, да, и она уходит непосредственно в соль, тоже своего рода такой ритуал. Ну и, конечно же, свечи, мои собственные свечи, которые я делаю с травами, с маслами, со всем угодно, да, под себя я их заряжаю, тоже мне помогают очищаться энергетически. Ну вот некоторые варианты, да, у кого-то могут быть свои, кому-то, может быть, йога может помочь. Значит, важное, то есть не важный способ, а важно понять, что в этот момент нам надо прокачать нашу энергию, чтобы она пришла в движение, поэтому все, что помогает движению, и при этом не сжиматься, потому что мы же сжатые, да, то есть расслабление для чего, он помогает нам мышцы расслабиться, чтобы энергия прошла, чтобы мы не зажимались. Это все поможет. Какие методы помогают? Как я сказала, при очищении рода, какие практики лучше подходят? Я много раз говорила о том, что тему рода я не рассматриваю вообще никак, потому что у меня нету знаний на эту тему. Я не понимаю, что такое род. То есть то, что говорят многие люди, род для меня это наследственность гены, ну то есть папа, мама, бабушка, дедушка, то есть для меня это гены. Но если здесь имеется, потому что сам по себе род это немножко иное, это некий такой эгрегор, ну ладно, я не буду сейчас про это говорить, не столь важно, но в том понятии, в котором люди обычно говорят, да, общепринятый род это вот бабушки, там по маминой линии, для меня это наследственность, это совсем не про род, и она, ну эту тему я не затрагиваю. Почему? Она была уместна, когда люди жили в кланах, более древние времена, когда не было возможности быть кочевником, передвигаться. Вот, тогда люди перерождались, ну вот жили там, допустим, не знаю, в деревне, в которой было 10-20 человек, вот они перерождались. Сегодня там у кузнеца, в следующем воплощении там, я не знаю, у пекаря и так далее. То есть ты понимаешь, что, о, ребенок родился, да, в прошлой жизни он был там твоим мужем, еще что-то, то есть там круг людей был такой, знаете, достаточно, ну, ограниченный. Вот, а теперь, когда люди живут почти по всей планете, и душа перерождается в районе 25 тысяч километров от того места, где она умирает, вот теперь представьте, не факт, что мои, как люди любят говорить, род, это не те люди, с кем я воплощалась, да, то есть моя душа, она не воплощалась, допустим, не была моей бабушкой, то есть я не была своим дедушкой, там, прадедом, либо еще кто-то, да, я вообще могу быть посторонним человеком, то есть в следующем воплощении я могу родиться там вообще, ну, там, не знаю, там, в Испании, да, где-то, например, может быть, в Италии, и это будут люди, которые вообще не говорят, ну, то есть какое отношение к моему, допустим, как вы говорите, роду, о котором я сейчас нахожу, да, это вообще будут посторонние люди. Поэтому здесь у меня идет какая-то несостыковка в информации, поэтому эту тему я не затрагиваю. Чисто логически я не понимаю, у меня идет, ну, провал информации, то есть то, что люди любят говорить о роде и все такое, я это не понимаю, я не отрицаю, да, потому что меня сейчас много людей смотрят, да, обычно так, я помню один комментарий, когда девушка говорила, мне не понравилось, когда вы сказали, что рода нет, я не говорю, что рода нет, а я говорю, что мое понятие и понятие других людей, оно немножечко разнится, и поскольку мы говорим на разных языках, я стараюсь эту тему не затрагивать, потому что объяснять это долго, ну, и не нужно, а принимать то, что мне не согласны, я тоже не хочу, а поскольку изначально у нас идет разногласие, я предпочитаю на эту тему не говорить. Вот, это вот чисто, ну, мое мнение, я не отрицаю. Так, поэтому все, что касается чисток, знаете, я такой человек, который, мне нужна логика, если у меня в голове что-то не укладывается, меня никто не переубедит, да, мне нужно самой покопаться в этой теме, да, поизучать, прочитать разные книги людям, которых, и авторам, которым я могу доверять, да, их мнению, не просто, где везде есть вот там какой-нибудь там автор, он пишет про это, нет, мне надо поизучать. Если я не изучаю, я не опираюсь на мнение там вот той гадалки, там еще гадалки, еще таролга, нет, просто потому, что он сказал, для меня коллеги не авторитеты, а если для меня человек не авторитет, я его не буду слушать. Я слушаю только тех людей, которых считают я себя авторитетом. Это чисто субъективное мнение, как я сказала, и это и есть иллюзия. Вот, поэтому идем дальше. Так, у меня был случай, дальше пишет Татьяна, когда поднялись программы при проработке папы, эмоциональное состояние было, как будто бы душа рыдала, ком слез, который не мог выйти, не могла ничего сделать, и была апатия. Помог Тата Хилинг. Я много раз слышала про Тата Хилинг, и я не знаю, как он работает, я не знаю, что это такое, название я слышала. Вот, но мне неинтересна эта тематика, вот, поэтому я, понимаете, я такой человек, что я фильтрую информацию, которую я получаю. Почему? Потому что информации вокруг много. И когда мы говорим, что один из пороков это чревоугодие, так вот, чревоугодие, оно не относится только к еде, оно относится как раз-таки и к информации. Перевернутая императрица, как многие торологи говорят о том, что, ну, разве может быть императрица перевернутая? Я просто слышала у одного торолога, когда она говорила, ну, как, что значит, что может значить перевернутая императрица? Так вот, если мы будем разбирать с точки зрения древа жизни, да, то путь Далит, на котором находится императрица, он дает какие-то определенные описания, да, этого аркана. Но кроме древа жизни есть еще и его теневая сторона, это древо смерти. Там тоже есть аналогичный путь, который называется туннель, туннель сет, у него есть свое название. Так вот, противоположность императрицы является как раз-таки неразборчивость. Вот. То есть, когда человек поглощает абсолютно все, и он неразборчив ни в вере, ни в еде, ну, то есть всеядный, да, и как раз-таки свиносамки, я говорила на курсе древа жизни, когда мы проходили этот путь, как раз-таки теневой аспект, свиносамки, когда находятся в огромном стрессе во время беременности, то при родах они могут съедать своих детенышей. Так вот, здесь как раз-таки вот эта неразборчивость, да, то есть я не понимаю, это еда, это ребенок, ну, я его съедаю. И информация, она такая же, она такого же формата, то есть нужно быть разборчивым. Что мы читаем? Почему? Потому что тем самым мы загриняем свое ментальное тело, да, свое ментальное тело, да. И я столкнулась с этим лично на своем опыте до того, как я начала работать со своим мастером, у меня было вот это вот ощущение перезагруженности, когда много чего изучаешь и мало чего пользуешься. То есть плюс информации, ну, скорее всего, цель информации, задача заключается в том, что ее принять, проработать и использовать. Если я это не буду использовать, нафига мне эта информация нужна? Она ведь все-таки где-то копится. Теперь представьте, наше ментальное тело, насколько оно перегружено ненужной информацией. И когда я это поняла, через чистку как раз-таки, да, я поняла, что, а зачем себе перегружать ненужной информацией? То есть, да, окей, я знаю, что есть такое слово, вот это хилинг, да, я предполагаю, что они как-то там работают с энергиями, не знаю с чем, не берусь говорить то, что я не знаю, а если я не знаю, я не говорю об этом. Вот, я задаю себе вопрос, мне это надо в работе? Если, да, окей, я сяду, причем я всегда, когда что-то изучаю, я изучаю фундаментально, я изучаю глубоко. Я ищу информацию в интернете, я буду читать кучу книг. У меня вот здесь вот по курсу Древа Жизни, который я сейчас провожу, во-первых, я курс отдельно прошла, у меня шесть книг, причем книги такие толстые достаточно, все про Кабалу, все про Древа Жизни, примерно где-то какие-то моменты одинаковые, то есть я изучаю с разных сторон, прежде чем я как-то буду взаимодействовать с этой информацией. А теперь представьте, если я это не буду нигде использовать, например, про тета-хилинг, и я начну изучать литературу, я начну изучать курсы, а потом я это не буду изучать. Куда мне эти знания пойдут? Они начинают, ну они сидят где-то на моем ментальном теле, и они меня осложняют, то есть я не могу двигаться дальше, у меня вот это вот, внутри вот это вот ощущение подавленности, а мне нужно двигаться, мне нужна легкость по жизни. То есть Аркан Шутау нам про это и говорит, то есть умение оставлять все позади, брать нужные выводы, да, делать из своего опыта, то, что у него в котомке, его прошлые воплощения, выводы, причем в котомке, он налегке движется по жизни, зачем себя обременять? Мне вот это нужно фильтровать, фильтруй базар, здесь нужно фильтровать информацию, которую вы получаете. Если не нужна информация, просто не читайте. Особенно если мы сидим в соцсетях, да, это тоже, еще раз скажу, это грех, но не в религиозном понятии, а как раз-таки в понятии того, что нужно быть избирательным, ну, то есть фильтровать информацию, которая вам нужна. А теперь, если вы сидите в соцсетях, долгое время читаете все подряд, зачем вам эта информация? Это съедание времени, это как раз-таки залипание, это зависимость, это дьявол на самом деле. Так, вот, когда эмоции, значит, про папу, да, как в таких случаях помочь себе пережить чистку? Ну, я уже рассказала выше про это, да, дыхание. Найдите для себя практики, я не буду говорить. Почему? Потому что вы должны научиться выбирать, фильтровать информацию для себя по состоянию. Вот это вот мое или не мое. А для этого нужно остановиться, расслабиться и прислушаться к себе. Чем больше вы будете прислушиваться к себе, тем больше вы научитесь доверять себе и слышать свой внутренний голос. Доверять мне, другим коллегам, я не знаю, людям это не совсем корректно, да, с точки зрения того, что, ну, как говорится, доверяй, да, но проверяй. Потому что, насколько бы человек не был там, умен, мудрый и так далее, и так далее, это все равно его субъективный опыт. И мой опыт, он нужен только мне, а вам он, может быть, и не нужен. Поэтому доверять кому-то, просто потому, что этот человек сказал, и он для вас является там авторитетом, это не совсем уместно. Ну, мне так кажется, на моей точке зрения. Поэтому нужно доверять себе, научитесь. У вас есть, вот, знаете, когда мы говорим о высшей силе, да, прям люди, прям, не знаю, авторитет, да, либо еще что-то. Так эти высшие силы, они есть внутри вас. То есть, допустим, себя вы не считаете авторитетом, да, в свой внутренний голос, а мое мнение, например, считаете авторитетом. Это вообще для меня не, ну, нелогично. Почему? Потому что у вас есть свой механизм, очень мудрый, и душа, которая жила много в воплощении, у вас намного больше опыта, да, чем у меня. Так научитесь взаимодействовать со своим опытом, прислушиваться к своей интуиции, чем к моей. Поэтому выбирайте для себя практики, да, я сказала, это может быть дыхательной практики, это очищение, это физическая нагрузка, и самое главное, это осознание. То есть, понимание, почему меня сейчас накрыло, что я чувствую. То есть, идентифицируйте свои эмоции. Я сейчас чувствую переживания. С чего это началось? Почему? Потому что я, мне кто-то что сказал какую-то информацию. Насколько эта информация субъективная или объективная? Насколько это факт, либо это иллюзия? Какие слова именно меня зацепили? Вот эти, почему? И, возможно, эти слова вам говорили в детстве. Вы сразу выйдете на какие-то сценарии. И здесь вам нужно их осознавать. Для чего этот сценарий был? Что он меня хотел научить? Вот задавая такие вопросы, я прихожу к пониманию, к своим собственным инсайтам, что вот они, сценарий. А дальше, что с ними делать, это уже сугубо личное дело. Для меня, когда я понимаю этот сценарий, все классно. В будущем я его просто отслеживаю. Когда нечто аналогичное происходит, я говорю, о, сценарий, все. Дальше мой выбор. Либо я буду действовать, как я действовала раньше, значит, я буду получать те же самые уроки, те же самые последствия, что были раньше. Если мне не нравится, я могу его изменить, поступить как-то иначе. Ну, это и есть причина-следственная связь. Что посеешь, что и поснешь. Сеем что-то новое, пожинаем опять-таки новое. Если мы будем действовать так, как мы действовали все время, по пирамиде, как говорил Эйнштейн, если вы хотите решить задачу, вам нужно встать на уровень выше того уровня, на котором была создана задача. То есть, если проблема. То есть, если вы будете мыслить на том уровне, на котором создавалась проблема, вы никогда не найдете решение. Надо смотреть всегда свыше, с позиции выше. У меня был расклад, по-моему, по пирамиде масло, да, там про потребности. Вот я там где-то расклад, у меня два расклада было как раз по пирамидам. И, ну, можете даже забить в интернете, посмотреть, как работает пирамида масла или пирамида потребностей. То есть, пока, если у вас на одном уровне находится проблема, чтобы ее решить, вам нужно на уровень, или как минимум, либо на два, начинать решение. То есть, если проблема у вас на уровне действий, да, то вам нужно будет решить уровнем выше. То есть, действий не хватает. Вам нужно немножко будет понимание. Если у вас проблема, например, на уровне эмоций, вам нужно решать уровнем выше. Это убеждение, это ценности. То есть, свои эмоции вы поймете через призму убеждений. Как бы вам так сказать. То есть, вы во что-то верите, вы что-то думаете, да, вы как-то цените на основе ценностей, да. И только через эту призму вы сможете изменить свои эмоции, свою реакцию. Эмоции вы не меняете, вы меняете свою реакцию. То есть, если вам, допустим, вы обижаетесь, то вам нужно понять, почему, какое убеждение у вас связано с обидами, да. Почему вы обижаетесь. Ну, например, там, ко мне несправедливо относятся. Это убеждение. Все. Вот с этим нужно работать. Не с обидой, а с убеждением. И если мы, допустим, у нас есть какие-то убеждения, ценности мы хотим их изменить, нам надо работать с уровнем идентификации, идентичности. То есть, в наших ролевых игр какую роль играю? Я таролок, я мама. И исходя из этой позиции, да, у меня возникают какие-то ценности. Ну, то есть, если я мама, у меня ценность семья, да, ценность детей. Если там, я не знаю, например, таролок, у меня ценность там развития или еще что-то. То есть, исходя из этой пирамиды, вам надо понять, чтобы что-то решить, надо смотреть с уровня выше. Поэтому, когда возникают эмоции, если подытожить, если сказать простыми словами, то, что вам нужно обратить внимание на ваши убеждения и то, во что вы верите. Потому что ваши эмоции, они притягивают мысли. Сначала у вас появляется эмоция, не эмоция, а состояние. Да, у вас появляется состояние эмоции. Эмоции притягивают к вам мысли из общего поля. И в соответствии с миксом эмоций и мыслей вы начинаете действовать. Поэтому, чтобы разорвать вот эту вот как-то цепочку, первое, вам нужно поменять эмоции. А чтобы поменять эмоции, вам нужно поменять настрой, состояние. То есть, если внутри вас очень много гнева, обиды, расстройств, переживаний, то вы даете установку внешнему миру создать такую ситуацию, чтобы вы постоянно проигрывали те же самые эмоции. То есть, к примеру, если вам грустно, если у вас депрессняк, допустим, как состояние, то и вы привыкли к этим состояниям, то вы будете воспроизводить во внешнем мире такие ситуации, в которых вам надо будет чувствовать вот этот депрессняк, вот эту вот грусть. То есть, вы будете все время попадать на какие-то там, я не знаю, похороны, на какие-то предательства, где можно будет проживать эту эмоцию. Так вот, если вам эта эмоция не нравится, и то, что вы создаете, так вы их осознаете, поймите, какие эмоции вы хотите, какие состояния вы хотите проживать. Найдите их сначала в себе, как они чувствуются, как они воспринимаются. Фокусируйтесь на этом, и тогда вы будете постепенно научитесь воспроизводить те же самые ситуации. Кому, например, позитивные люди и негативные, они позитивные во всем видят позитив. Они, как моя мама, говорят, не переживай, два уха зашло, вышло, и все. Все, у нее нет никаких проблем. Это мне надо все сидеть, подумать, просто ждать, у нее все. Пришло, ушло. Как хорошее, так и плохое. Я все время так вызываю, как так можно жить налегке? Ну вот, и у нее в жизни все вот так. Посмотришь, вроде бы сложные ситуации были в жизни. Человек как-то легко из них выходит, потому что, как мы говорим, характер такой. Так вот, характер такой, это есть те эмоции, которые есть внутри нас. И наш мозг воспроизводит такие волны, чтобы притягивать к себе такие энергетические посылы, волны, чтобы создавать ту реальность, с которой мы сможем проживать те или иные эмоции. Ну и так, дополнительная информация. Надеюсь, я вам ответила. Ну и все, на этом беседка наша заканчивается. Я говорю, полчасовая, 50 минут. Ну, просто вопросов было много, и они были такие достаточно глупойкие. Подытожив тему чисток, я много о ней писала в комментариях, и говорила, скажу о том, что имейте в виду, что все является комплексным. Нет смысла чистить только свое тело, не чистить свои эмоции. Чистить свои эмоции, не чистить свои мысли. В идеале все в совокупности. Тело чистим каждый день, как умываемся. Мысли свои чистим каждый день. То есть подводим итог, что мы думали весь день, где хорошие мысли, где позитивные, где негативные. Потому что мы создаем свою реальность. Эмоции свои отслеживаем, какие у нас в течение дня мы ощущаем, смотрим их повторность. То есть вот это все каждый день, желательно, ну, либо периодично, если не каждый день, все отслеживать, чтобы это не наслаивать. Потому что чистка, она прекрасная. Вы проходите чистку и все, но через какое-то время все заново загрязняется. Так вот, чтобы не было загрязнения, нужно поддерживать в чистоте, поддерживать все эти тела. Будете поддерживать, не надо будет тогда чистить. Достаточно, ну, логично, мне кажется. Все, мои дорогие, благодарю вас за вопросы. Можете писать в комментариях к этому ролику. Я свои вопросы, я буду делать новые беседки. Вот, а я с вами прощаюсь. Пока-пока.